всем доброе утро у меня здесь уже с утра рис сварился тут стоит разнос вчера сын что-то поставил его сюда в окееву как-то брала между прочим hamburg я уже ему рис тут сварила стоит сварила яйца сейчас наверно позавтраку яйцами я всегда так варю я уже говорила до чтобы были вареные яйца белую фасоль хотя вот такую вот фасоль автоматом соусе не едят обычно дай с жареным яйцом это как английский завтрак считается не знаю сейчас посмотрю еще так что будем сейчас с вами завтракать пока яйца остывают но я все равно хожу там у меня бегут ушки на голове вот эти вот тюльпаны смотрите как они тоже вот стоят до считаем уже я воды тут в этот раз мало налила как мне и советовали некоторые раскрылись прям подснежники мне вообще тюльпаны вот напоминают подснежники ну конечно они не такие подснежники ну похоже сейчас почищу яйца пару штук как они чистятся вот они такие мини пусинки и размер с м не разные да вот когда свежие они плохо чистятся говорят да это от этого зависит я варила и чтобы они не вкрутую были и не люблю когда яйца плохо чистится а кто любит да такие мягкие половина слазит они по-моему даже и жидкие получились я люблю такие такие знаете не сильно жидкие и не вкрутую средние такие ой по-моему вообще жидко еще не так плохо чистятся половина яйца выкину сейчас на хлеб черный положу и хумус я еще возьму надо дает давать как говорится потому что когда с утра выпьешь только вот начали я уже 300 раз говорила кофе да потом через какое-то времени про правда просыпается уже аппетит а сразу нет мне надо чтобы хотя бы около часа прошло после первой кружки сначала естественно воду пьем не знаю что вредно сначала пить кофе я не могу я хочу вот прям с утра именно кофе это я сейчас вот так вот сюда прям смотрите как жидко у вас такое почти яйцо пашот вкусно смотрите какая красота может быть не эстетично выглядит но думаю что вкусно хотела еще это положено это уже будет много конечно с утра такое это очень много не будем кофе сейчас налью еще маленькую вот так вот вот так вот всем желаю приятного аппетита у меня тут потекло это сейчас возьму это нож и вилку буду есть потому что так все текет но зато очень аппетитно выглядит всем хорошего дня всем большой привет тут опять у нас получается трансляция с кухни я зашла на кухню и думаю а кстати и привет моим одноклассникам теперь от моей одноклассники тоже узнали про меня моя одна подписчица сдала меня как стеклотару шутка конечно спасибо ничего такого против не имею но просто интересно так получилось а не видать коллеги да вместе работают а с чего это пошло я как-то показывала альбом да что я была на встрече одноклассников в казахстане 25 лет спустя ну как спустя после того как мы закончили школу у нас была встреча в казахстане это был 2016 год вроде да если нет то напишите вроде бы до 2016 год но я показывала как-то фотки и одна подписчица написала что она одну говорит из одноклассниц я знаю ну здесь в городе они в одном живут а я у нее еще спрашиваю говорю а кто если не секрет она горит ли я самая одноклассница и короче она лилия да она далеко отсюда живет где-то я не знаю или ты наверно 800 от хамбурга 900 точно по моему живешь возле франции где-то рядом и вот они вместе где-то работают и вчера мне короче одноклассница пишет ну как у нас своя группа до ватсапе одноклассников и она туда пишет выиграть знаете у нас говорит типа же не снимает а касса блоки типа к ней коллега подошла да и сказала такой я типа одноклассница никому не сказала кто-то другой человек сказал прикольно получилось а ну вот так вот теперь вы про меня и узнали ну как я и говорила в начале когда я начинала снимать да для меня не было целью рассказать всем чтобы обо мне все узнали там чтобы побольше подписчиков все так быстро быстро я этого не хотела поэтому у меня знали только это даже на месяц я снимала меня даже дети не знали мы только вот с колей как бы это а потом уже постепенно и детям сказала они меня поддержали огромное это им спасибо ну муж естественно первую очередь меня поддержал я все уже как и говорила я давно это хотела но получается сейчас флог такой откровенничай пооткровенничаем но я уже говорила это в начальных видео до что я хотела давно этим заняться но как говорится все что не делается все к лучшему да но не знала о чем но вот все хотела а потом вот да вот просто так сидела сидела расстала и пошла как говорится в чем было в чем мать родила шутка вот как было в домашнем так и пошла потому что для меня нету это вот такой вот цели до чтобы как-то что-то перед кем-то нет ну и вот короче я хотела вот это как бы достичь сама вот чтобы просто вот люди если нравится то пусть подписываются вам огромное спасибо моим подписчицам некоторые даже самого начала со мной я знаю их конечно уже вообще вот такое ощущение что ты человека уже насквозь видишь как бы даже уже знаешь как на лицо как будто вот найти по комментариям конечно есть такие которые как говорится залетные да ну меня это мало волнует я уже тоже вчера одноклассником сказала не берет как ты реагируешь я собака лает караван идет вот если на таких вниманий обращать вообще по жизни тогда ничего нельзя добиться ну короче вот моя цель такая была просто не то чтобы всем рассказать а вот именно вот как-то вот само собой чтобы все было да для меня так интересно я люблю вот что-то вот так вот экспериментировать как-то ну и вот обо мне теперь узнали мои одноклассники так что всем привет казахстанцам немцам нас тут германии кстати сколько нас трое четверо живут до одноклассников которые с этого с казахстана но все разбросаны уже по местам и естественно встречались уже кто немцы тоже здесь по моему раза три да мы начало одноклассников встречались дома по моему пару раз потом в касселе мы снимали отель Кассель-город, да, отель мы там снимали тоже, в ресторан ходили, гуляли, вот так что надо опять встретиться. Я вот и думала, вот если мы встретимся здесь, я бы вам сказала. Ну, теперь вы раньше узнали. Ну, все равно хорошо, да, теперь будете знать, как я живу, че, почем, лишних расспросов уже не будет, будете все видеть. Это как интересно, мы тоже раньше с кем-то, да, вот так созваниваешься, ну, не с кем-то, например, с братьями, это, они говорят, как дела туда-сюда, я говорю, ну, вы же видите, как я живу, это я должна спрашивать, наверное, как у вас, да, дела. Ну, вот как-то так, думаю, ну, че, прикольно, вообще с казахстанцами тоже уже хотелось бы встретиться, уже сколько лет прошло, да, это тогда было 25 лет спустя, а сейчас уже сколько, уже больше 30, вот так вот, дружный у нас класс, все молодцы, вот, считай, столько лет, и, да, и мы все по WhatsApp еще общаемся. Ну, сейчас у меня меньше времени, уже, я думаю, вы заметили, да, что я уже не так это... Ну, иногда, конечно, вот вчера надо же, прям вот как потянуло, да, я залезла в этот WhatsApp, в группу, и тут на тебе, Лиля выставила. Ну, ничего, прикольно, че. И, кстати, вот, еще хотела... А, вчера я или когда делала завтрак, да, и забыла показать крышку от вот этих вот, как они, ну, креветочки, да, маленькие, как червячки я их называю. Это в этом, как укроп, укроп, да, хотел сказать, как укроп на немецком, да. Именно с укропным таким соусом. Есть еще с чесночным. Вот такой вот прикольный. И, кстати, я уже говорила, да, подписчица мне дала такой рецепт. Вот такой вот соус с креветками и белокочанная капуста. Перемешать все, и будет салат. Кстати, одна подписчица мне уже сегодня написала, что она уже сделала. Прикольно, а я еще нет. Потому что капусты нет в магазине, я уже боюсь идти, обязательно что-нибудь прихвачу. Так что не надо. Буду уже использовать все, что дома есть. А то всегда пойдешь за одним, и черт-те сколько, уже завтра поеду в магазин. Короче, вот, делайте скриншот, потому что у меня тоже спрашивали, а я забыла показать. А я еще думаю, ну, е-мое, я же блокер, мне же надо показывать. Такая крышечка. И насчет помады у меня это спрашивали, которую я последнюю купила в Росмане. Это номер 02. Я так понимаю, это номер, наверное, от помады. Отревать де лук, да, в Росмане я покупала. Ну, прикольная такая, но это не мой цвет. Ну, можно им, да, я все равно буду пользоваться. Это, наверное, как старая роза цвет, или как он называется. Тут не стоит, как он называется, цвет этот. Ну, и, короче, это, пахнет так классно, и ложится прикольно, правда, так вот прям вот гладко, знаете, как будто бы, потому что другие как-то вот, как будто там какие-то крупинки есть, а это вот прям класс, понравилось. Вот мне надо посветлее такой, но не было. Я просто решила, думаю, от этой фирмы я ни разу не брала. Вот первый раз взяла. Классно, советую. Можете брать. И сегодня я собралась варить, короче, спагетти. Спагетти достала. Потом вот такой у меня есть, как уже порезанные томаты. Био, да, лук с этим, с чесноком уже здесь сделан. И сделаю эти креветки. Достала креветки вот эти, которые я покупала в Альде. Сделаю. Я такое не показывала, но тут ничего сложного нет. Просто, да, креветки, они уже, как я и сказала, они готовы. Я сначала разогрею этот соус. Они у меня сейчас разморозятся как раз. Сделаю этот соус. Ну, как подогрею. И туда добавлю эти креветки, и потом уже для остроты там много чего. Ну, кто какие приправы, да, тот и ложит. А сыну он у меня так еще и ест рис. Я ему сегодня вот утром рис сварила, а вчера вечером я уже не стала это снимать. Думаю, это одно и то же, что снимать. Куриную грудку из брокколи. Вот килограмм вот этой вот пачки, которые я покупала, да, в Альде. Полностью килограмм в соевом соусе так порезала, замочила, и немножко вот это, ну, полкилограмма, наверное, брокколи туда еще. И это ему хватает на два дня. Вот так вот он с рисом чередует. Или с рисом, или без риса. Вот сила воли. Ну, то, что вот, я не знаю, молодежь, они вот как-то постоянно что-то экспериментируют. Они набирают эту массу. Потом, чтобы выстраивать свое тело. Да, короче, как-то так. Ну, молодежь, да, че. Ну, пока мама рядом, че, может приготовить, да, когда будет сам уже жить, уже жить, будет сам готовить, че. Старший же тоже сам готовит уже. Даже я у него иногда, че, не спрашиваю, еще там приготовить, как он иногда мне даже советы дает. Вот, молодец. Так, ну, вроде так все. Смотрите, как у меня сейчас покажут цветок этот. Уже как. Так быстро я его купила в среду, сегодня вторник. Ну, завтра будет неделя, как я его купила. Он был вообще закрыт, его такого размера, как вот эти листики, да. А это вот вообще, ну, не было. Они чуть-чуть были, да, вот так вот. А тут так вымахали, но не такой интенсивный. Ой. Не такой прям интенсивный запах, потому что, когда заходишь в комнату, я его не чувствую. Вот, когда подойдешь, да, так. Смотрите, какой нежный, да, красивый. Вот неделю стоит. Посмотрим, сколько еще простоит. Завтра хочу, наверное, тоже все равно какие-то еще тюльпаны, может быть, куплю. И сделаю уже, как мне и советовали, проткну там, где в бутонах зубочисткой, да, и что еще, и лед положу. Ну, хотя он те белые, у меня вот до сих пор еще стоят, но, наверное, уже завтра уже с ними я попрощаюсь. Ну, все, сейчас будем готовить с вами. А, кстати, я сейчас ногти накрасила. Покажу тоже, какие у меня лаки. А то меня иногда спрашивают, какими лаками я пользуюсь. Ну, я там сказала, что лаки у меня простые. Ну, покажу. Сейчас красила ногти и вспомнила, что у меня тоже были такие комментарии несколько, какими лаками я пользуюсь. Я сейчас накрасила вот таким вот от Essence. Просто такой лак, ну, как краснокоралловый такой. Я не покупаю дорогие лаки, я уже это говорила. Раньше у меня были дорогие, они также держатся 2-3 дня. Вот эти вот, если у меня, например, короткие, да, вот ногти, держатся дольше. Вот Essence, например, у меня 4 дня спокойно держится. Вот они у меня тут всякие разные. Ну, не то чтобы всякие разные, у меня все на один этот цвет почти, да. Я уже как-то показывала, ну, не помню, может быть давно. Вот такие вот у меня в основном цвета. Я раз в год как меняю их, потому что все равно они как бы засыхают немножко. Нет, я даже не знаю, что за фирма. Тоже цвет такой красивый. В основном у меня вот такие вот. Вот такие темные тоже есть, но я такими осенью и зимой в основном. А так вот розовый, малиновый, коралловый. И вот все одной фирмы, считай, у меня. Это от Catrice. Что ну и все. Лаков у меня больше нет. Да, тут у меня что, стирать? Надо, кстати, купить уже кончается. Это я с тобой водку сбрала. Такие эти, ну, диски, да, они уже пропитанные вот этим, чтобы стирать. Ну и тут пилочки всякие для педикюра тоже все это. Ну и все, вот весь мой набор. Потому что они быстро засыхают. Ну не то, чтобы быстро, да, но на год хватает. И, например, не жалко, да, подсох раз выкинул, купил другой. Как-то не парюсь. Например, чтобы, говорят, дольше держался. Ну а дольше я тоже не люблю, чтобы долго один цвет был. Четыре дня от силы. И все, потом уже меняешь. Классно мне вот этот понравился, розовый вот. И вот эти вот. Я что-то не помню, что это такая за фирма. То есть где я брала? Стоит Air Express. А вот где брала? Не помню. Вот такие вот надо будет набрать. Тут кисточка классная. Ну и эти, в принципе, тоже от этой, от СНС нормальная кисточка. Перламутр у меня какой-то был где? Вот. Его стирать плохо. Он, видите, с таким оттенком. Перламутром. Но его стирать тяжело. Такой красивый цвет переливается. Ну и вот этот вот я беру такой карандаш, да, чтобы по краям корректирующий, или как сказать. И вот эта вот сушка для ногтей. Капаешь капельку и быстро высыхает лак. Тут у меня, видите, очки уже как у пожилой дамы. Уже я ногти крашу с очками. Тут у меня журнальчик лежит. Так что вот показала лак. Я, короче, хотела вроде заснять, показать, да, и совсем забыла. Но я так думаю, тут ничего сложного нет. У меня 15 минут и готов ужин. Что я туда добавила? Ну, я уже показывала, да, в принципе. Вот эта вот баночка. Сейчас как хорошо показать. Вот такая вот. Если вдруг кто-то будет еще спрашивать. Просто это томаты в собственном соку. Уже здесь и лук, и чеснок. Ну, вот я положила все специи сюда, какие нам нравятся, каждый ложит, да, какие хочешь. Просто подогрела его, положила туда креветки эти и засыпала спагетти. И все, готово. Добавила я туда кориандр немножко. Потом такие острые хлопья, когда чили хлопья. Черный перец и базилик. Ну, и соль, естественно, немножко. Сейчас еще таким молотым. Ну, и все, быстро наш ужин готов. Что еще нужно нам, да? 15 минут, даже не полчаса. Потому что креветки уже готовые были. Вот как спагетти сварилось, и все, считай, готово. Вкусно и быстро. Сейчас вот встала сюда, и вот в окно смотрю, думаю, насколько уже каждый день, все-таки день у нас прибавляется. Вот время, считай, полпятого почти, а на улице еще светло. Скоро вот я жду, не дождусь, когда уже начнут свисти деревья. Но, блин, это еще долго ждать. В мае только, ну, в апреле в конце. Может быть, начнет. Тогда уже будет тут все зелено, классно. Жду, не дождусь, как говорится. Но ждать еще очень долго, потому что снег тут может пойти еще и в марте. Ну, бывает, но очень редко, но бывает. Так что, ладно, будем ждать. Сильно радоваться тоже не будем, но все равно она придет. Куда она денется-то, да, весна? Я сейчас пойду все убирать на кухне, а то сварила там бордель. Ну, прям бордель, да, ну, помыть там надо кое-что. Еще постель мне надо поменять по-быстрому. Я утром всегда снимаю, да. Она у меня стоит так до обеда или до вечера, и потом я одеваю то, что открываю окно, все проветривается. Ну, и Босяня там улегся, довольный лежит. Так что пойду сейчас уже. Уже Коля скоро придет. Ну, все. Всем пока, всем всего хорошего, и спасибо за комментарии.